Тверская делегация продолжает свою работу в ходе бизнес-миссии в Китае. Центральным событием очередного дня стала конференция по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между Верхневолжьем и провинцией Ляонин. В ходе нее был представлен инвестиционный потенциал нашего региона. Также губернатор Игорь Руденя посетил ряд предприятий и инфраструктурных объектов в КНР. В ходе своего выступления до конференции Игорь Руденя отметил, что наш регион предлагает инвесторам широкие возможности для развития бизнес-проектов. Сегодня самыми перспективными являются отрасли машиностроения, дерева и металлообработки, электронной, электротехнической, химической, фармацевтической, легкой и особенно пищевой промышленности. Сегодня в ноябре месяце, в 2023 году набирает обороты, вышла на плановую мощность одна из крупнейших компаний нашего региона. Это компания «Коралл», которая в общем обороте в годовом делает более 1 миллиона голов товарной свинины. Губернатор сообщил, в регионе действуют особые экономические зоны, территории опережающего развития, индустриальные и инновационно-промышленные парки с максимально благоприятным режимом для ведения бизнеса. Идет сопровождение проектов с момента принятия решений об их реализации, до ввода объектов и дальнейшего продвижения компаний на рынках. Поддержка в том числе касается выделения земельных участков, их обеспечения инфраструктурой, предоставления субсидий, подготовки кадров, льготных налоговых режимов. Как правило, все бизнес-проекты — это порядка 70 лет срока окупаемости. И таким образом мы предоставляем на законодательном уровне льготы для наших партнёров. Особенно это касается налога на имущество, налога на землю, в том числе и часть налога на прибыль, которую мы оставляем предприятиям для развития, для ускоренного возврата своих инвестиций. Всего с 2016 по 2022 года в регионе реализовано 82 проекта, в которые вложено более 106 миллиардов рублей. Создано почти 12 тысяч рабочих мест. В настоящее время реализуется 87 проектов. Заявлен ввод 24 тысяч рабочих мест и привлечение более 212 миллиардов рублей инвестиций. Среди перспективных отраслей провинции Леонин названы металлургией, нефтехимии, машиностроения. Также развиты текстильная и швейная промышленность, телекоммуникации, деревообработка и фармацевтика, выпуск электроники. Сегодня мы посмотрели очень интересную презентацию о структуре экономики провинции Леонин. Важно, что мы уже наметили конкретное направление взаимодействия. Это взаимодействие по направлению торговли, это взаимодействие по пути строительства, это взаимодействие по пути развития радиоэлектронной промышленности и машиностроения. Также в программу визита нашей делегации вошло посещение инфраструктурных объектов и промышленных предприятий. В частности, офиса главной пожарной охраны и станции скорой медицинской помощи в городе Шиньян. Кроме того, тверичане ознакомились с продукцией машиностроительного предприятия «Сиасун Робот Отомэйшн». В офисе главной пожарной охраны Игорь Рудене продемонстрировали специализированную технику, используемую спасателями. Губернатор отметил высокую техническую оснащенность объекта и обратил внимание на возможность взаимодействия с китайской стороной по направлению развития спецтехники. На станции скорой помощи делегатам были представлены системы диспетчеризации, автотранспорт и техническое оснащение службы.